сейчас когда говоришь людям что можно жить на 50 рублей в день то люди не верят в деревне в деревне можно прожить на 50 рублей в день в городе сейчас не знаю с нынешними ценами и я сейчас в нашем видео выпуске вам докажу то что на полтинник в деревне жить можно тут есть у меня один знакомый он на 20 тысяч просто целый месяц вообще гуляет когда у него двадцатка живет ни в чем себе не отказывает если убрать коммунальные платежи если убрать кварплату интернет какие-то платные подписки мобильную связь кредиты ипотеки алименты то конечно мой ответ да можно выжить в деревне и я вам сейчас это конечно докажу прямо сейчас как это все желательно чтобы вы были неженаты но если вы женаты и семейные то будет тяжелее как добычек вас будут воспринимать как добычек таскать домой деньги тогда конечно нет а если вы живете с женой семьей даже с детьми то тоже можно если вы делать какой-то вклад что-то делаете что я вам сейчас это покажу на 50 рублей в день да можно жить и именно не выживать а жить потому что я знаю вы смотрите блогеров кто не моется не броется у них какая-то там избушка на курьих ножках и они вам об этом рассказывают я же говорю что можно жить и жить нормально нормально жить не выживать а жить все гениально просто на собственном примере покажу конечно не всегда живу на 50 рублей в день когда-то и бывает и больше когда-то меньше когда-то в ноль но вообще можно жить в деревне на 50 рублей в день и в принципе я иногда так и живу не всегда конечно сейчас вы просто офигеете от того как это все элементар просто офигеете показываю вот капуста сколько тратите денег вы на капусту напишите об этом в комментариях сколько ведь ее сколько сэкономил значит заработал на помидору сколько денег вы тратите пожалуйста а на вишню сколько вы денег потратите в магазине укроп по моему пучок маленький стоит 30 рублей или 200 рублей за килограмм крайний раз я видел 200 рублей за килограмм вот он тут это посадил я то ли свекла это то ли чё ли я не особо сейчас еще разберда и цвекла я не особо разбираюсь еще в посадках это петрушка у меня и да там морковь еще дальше есть картошка пожалуйста я видел крайний раз 80 рублей за килограмм она была маленькая это будет крупный хороший здоровый будет офигенно какая она будет уже в магазин можно не ходить картошка есть только за майонезом сбегать все вот как раз в смету полторан закиньте майонез для майонез может дешевле купить можно за 70 рублей можно пакетик купить маленький а можно вообще сыроедением заниматься пожалуйста морковь пожалуйста перец вот даже нормально может с перцем с картошкой с виноградом можно жить но он еще у меня тут пока что поднимается с капусты пожалуйста помидоры по 200 рублей лук кулинарные выпуски именно идут с грядок пожалуйста лук смотрите сколько стоит в магазине картошка ну тут яблоки вишни пока их нету но можно даже и в плюс выйти еще и под заработать можно я уже показывал как пожалуйста мед будут пчелы никогда не будьте голодным ничего не нужно только мед ешьте и ешьте между прочим некоторые отшельники раньше в лесах когда же только одним медом дикими питались видите какая батарея просто стоит может в плюс выйти уже с голоду не помрешь да тут даже в 1 столько беда еще и не съешь это нужно быть каким сладко ешь каждый день будешь есть не съешь потому что я ем мед сейчас свежий я еще не съел даже качки не было просто отломил и до сих пор ем а мама из суши суши им причем огороды нет примитивные тут нету а баклажаны еще там есть дыни и арбузы на и маленькие еще совсем примитивные очень ни яблуха не груз тут еще нету потому что я их посадил они еще маленькие когда строй стройку начал я вам тоже советую перед тем как начинаете строить или во время стройки сразу начинаете уже сажать груши и яблоки апельсины потому что потом вы построите начнете сажать будет немножко поздновато сразу поэтому сажайте вот на чем нужны деньги в принципе они на хлеб но хлеб я сам пеку но на муку наверное какие-нибудь консервы запасы на всякий случай картошка яблони или груши это или вишни я не знаю уже не помню у меня бирки были чеснок лук смородина свекла еще свекла из того что чем можно просто тянуть очень долго если еще завести курс свиней там можно на нуле вообще жить единственное чего корм только купить свиньям и то свиней можно пасти тут травы полно можно прям здесь выпас делать или баранов прям здесь можно пасти ничего им не надо вода своя из скважины сейчас вы будете говорить за воду плачу за электричество только из скважины вода канализации нет у меня но у меня своя выгребная яма попозже через пару недель уже может быть картошку копать поэтому в принципе да можно